Большие новости с Андреем Шашковым на радио Голос Берлина. Это раскололось по вопросу дальнейших оружейных поставок Украине. В Афганистане более 900 человек погибли в результате землетрясения. Большие новости. Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Саум пожаловался изданию «Италехти», что Россия проводит учения, во время которых была имитация ракетных ударов по территории Эстонии. По его словам, на тренировку таких ударов по Эстонии, Латвии и Литве направлены маневры, которые Минобороны проводят в Калининградской области. Они, в свою очередь, начались на фоне обострения ситуации с так называемым «литовским транзитом». После того, как Литва в выходные, напомню, полностью прекратила выпускать через свою территорию грузы в Калининград и из него, которые попадают под санкции Евросоюза. Прежде всего, это стройматериалы – цемент, бетон, металлы и другие товары. В Вильнюсе настаивают, что сами никаких рестрикций не придумывали, а лишь добросовестно соблюдают ограничения, наложенные Брюсселем. Запрет распространяется как на железнодорожный, так и на автотранспорт. По оценке калининградских властей, примерно на половину всех товаров, ввозимых в регион. Секретарь российского совбеза Николай Патрушев вчера прилетел на внеплановое совещание в заблокированном регионе и пообещал, что, цитата, «на подобные враждебные действия России отреагируют, соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время». Их последствия окажут по Патрушеву, также цитирую, «серьезное негативное влияние на население Литвы». Сам также заявил, что российские вертолеты несколько раз нарушили эстонскую границу на юго-востоке страны. Особый чиновник подчеркивает, что случайное нарушение границы в случае с вертолетами намного менее вероятно, чем со стороны самолетов или кораблей. В эстонский НИД по этому поводу уже вызвали на российского посла. По другую сторону фронта тем временем продолжаются загадочные пожары, хлопки и прочие ЧП. По официальной версии техногенного характера, иногда и вовсе без пояснения причин. Так сегодня, 22 июня, почти ровно в 4 утра, вдруг загорелся новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Информации о пострадавших пока нет. В соцсетях разошлось видео, на котором летательный аппарат, похожий на беспилотник, пикирует на завод. В этот момент там происходит взрыв. Источник агентства ТАСС в местных правоохранительных органах подтвердил информацию о беспилотнике. Власти Украины, впрочем, нанесение удара по российскому НПЗ официально пока не подтверждали. В Европе по-прежнему велики опасения, что в войне все-таки дойдет дело до оружия, по сравнению с которым меркнут все беспилотники и ракетные учения. Правительство Германии отказалось присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Такой шаг в Берлине сочли несовместимым со своими обязательствами, которые проистекают из членства ФРГ в НАТО. Мол, разоружение должно осуществляться с учетом ситуации в сфере безопасности. В то же время правительство ФРГ подтверждает приверженность идеи безъядерного мира. Договор о запрещении ядерного оружия, напомню, вступил в силу в январе 2021. Под этот запрет подпадают разработка, испытания, хранение, приобретение, транспортировка и, конечно же, использование ядерного оружия. К договору этому уже присоединились 65 стран. Однако его участницей не является ни одна из стран так называемого ядерного клуба. То есть туда не входит ни США, ни Россия, ни Китай, ни Великобритания, ни Франция, ни Индия с Пакистаном, ни Северная Корея с Израилем. Германия, с одной стороны, своего ядерного оружия не имеет и никогда не имела, а с другой, на ее территории такое оружие в рамках НАТО развернули США. Заодно власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного в Украине обычного оружия, а также планы его дальнейших поставок. В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок «Гепард», систему противовоздушной обороны «Ирис-Т», реактивной системы залпового огня «Марс» и другие вооружения. И к мирным относительно новостям. Еще одна порция, опубликованная в Германии официальной статистике, по данным МВД, в стране находится примерно 800 тысяч украинцев, бежавших из страны после 24 февраля. Более 200 тысяч из них на данный момент зарегистрировались в центрах занятости, уточняет Федеральное агентство по трудоустройству. По данным агентства, больше всего беженцев ищут работу в Баварии, 42 тысячи человек. На втором и третьем месте по численности желающих работать беженцев Северный Рейн-Вестфаля и Баден-Вюртемберг. В Берлине немногим менее 13 тысяч украинцев встали на учет в центре занятости в поисках работы. Данные, полученные от агентства, включают всех украинских беженцев в возрасте от 15 лет и старше. Общая тяготы войны, в Европе даются всем нелегко, но некоторым, видимо, нелегко особенно. В крупнейшей фракции парламента Италии произошел раскол, из-за отправки оружия Украине. Министр иностранных дел Италии Луиджи Демайо вышел из партии «Движение 5 звезд» из-за ее нежелания поддерживать эту отправку оружия. «Мы должны были решить, на чьей стороне истории быть», сказал Демайо на ночной пресс-конференции. Вместе с ним, как пишет местное издание «Эль Соре» 24 часа, с ним партию покинут по меньшей мере 62 парламентария, в том числе 11 сенаторов. В результате крупнейшей фракцией итальянского парламента станет более правая партия «Лига», которую возглавляет Маттео Сальвини. Луиджи Демайо, по мнению «Эль Пост», является одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди всех европейских политиков. В движении «Пяти звезд», которое сейчас возглавляет бывший премьер Италии Джузеппе Конте, преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине, наоборот, продлевает конфликт. Но далеко не все безоблачно и в России. Еще совсем недавно премьер-министр Михаил Мишустин хвастался, что по данным слежки за сим-картами 85% высококвалифицированных айтишников, которые покинули Россию в начале марта, уже вернулись домой. Да и из тех, что остались за пределами страны, многие могут работать на российские компании. Ведь после ковида удаленка стала нормой во всех отраслях экономики, а уж в IT-секторе и подавно сам Бог велел. Так, по крайней мере, говорили российские власти. Как именно они выяснили, на кого работают из-за рубежа российские айтишники, тоже по симкам или как-то иначе, в Белом доме не уточняют. Так вот теперь нехватку айтишников все-таки признали и не где-нибудь, а сразу в МВД. Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов позаявил, что России не хватает около 170 тысяч IT-специалистов. Кадровый дефицит, по мнению чиновника, образовался именно в результате массовой миграции специалистов за рубеж. После начала, как это принято называть в России, спецоперации. Замминистр в своем выступлении также попросил Софет поддержать принятый Госдумой закон об упрощенном порядке предоставления видов на жительство в России иностранным IT-специалистам с их семьями. Напомню, на фоне массовой миграции власти России уже занялись разработкой различных мер поддержки IT-сферы. Среди таких обсуждаемых, например, отсрочка от армии для российских IT-шников и льготная ипотека для них. Ставки по льготной ипотеке для людей в целом сегодня, кстати, тоже премьер-министр Михаил Мишустин понизил до 7%. Продолжается и исход из России западных брендов, а точнее углубляется. В марте при остановке работы объявляли десятки, сотни компаний, студий, розничных сетей, сети общепита и так далее и тому подобное. И вот спустя три месяца примерно им пришло время определяться, уходить все-таки окончательно или возобновлять работу. Вслед за наиболее знаковыми американскими, в то же время такими народными российскими брендами Макдоналдсом и Кока-Колой, теперь, кажется, окончательно собралась на выход еще и легендарная шведская сеть товаров для дома Икеа. Она начала предупреждать руководство российских торговых центров, где снимает помещения под магазины и студии, о том, что хочет расторгнуть договоры аренды досрочно. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости. По словам собеседников газеты, речь идет о расторжении в одностороннем порядке. Это может означать крупные штрафы для Икеа. И такие письма, тем не менее, получили почти все, цитата, торговые центры, где представлен бренд. У Икеа на начало войны спецопераций было 26 магазинов и студий в 12 городах России. В одной только Москве бренд присутствовал в 10 торговых центрах. Из них три – это гигантские мегамаркеты «Мега» на МКАДе и еще семь торговых комплексов поменьше внутри города – «Метрополис», «Авиапарк», «Павелецкая плаза» и так далее. 15 июня совсем недавно Икеа заявляла, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в России и продаст все четыре своих российских завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. А также уволит часть сотрудников. При этом заявлений о закрытии своего розничного бизнеса в России в Икее все-таки тогда не делали, сообщив, что решения по этому сегменту, цитата, «остаются на паузе». При этом не секрет, что после закрытия Икеи в России тут осталось какое-то количество ее товаров. Так вот теперь выясняется, что 1 июля устроят их онлайн распродажу. Но перед этим в Москве и Санкт-Петербурге пройдет еще закрытая эксклюзивная распродажа для сотрудников магазинов. Условия получаются очень жесткие. Простым смертным придется на скорость кликать на любимые товары на сайте, а сотрудникам биться за табуретки вживую. И неизвестно еще, что хуже. Всего же после начала войны в Украине по подсчетам Ельской школы менеджмента о приостановке работы или о полном уходе из России объявили тысяча компаний. Но есть и хорошие новости, причем такие, которые в довоенное время смело бы тянули на первые полосы газет. Еще удивительнее, что это новости от Госдумы. Она таки приняла в третьем окончательном чтении закон, который ужесточает наказание за пытки, организованные представителями власти. Закон этот предполагает, что в уже существующей уголовной статье превышение должностных полномочий, 286 статья и принуждение к даче показаний, 302, добавит новые части о совершении этих же преступлений, но с применением пыток. Такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, что их автоматически переводит в разряд особо тяжких, там еще более большие сроки давности, и в случае, если пытки привели к смерти человека, обвиняемым будет грозить от 8 до 15 лет. Документ также вводит понятие запугивания, а принуждение к даче показаний для сотрудников СИН будет приравниваться к пыткам. Отдельной статьи о пытках закон не предусматривает, за что его активно критиковали правозащитники. Почему они призывали вынести пытки в отдельную статью Уголовного кодекса? Они отмечали, что в нынешнем виде получается, что значительно более тяжкое преступление, по сути, вместо того, чтобы выделить в отдельный состав, как бы пристегивают, как отягчающее обстоятельство, к преступлению менее значительному, что юридически крайне неправильно. Получается это, как если бы кого-то судили за переход улицы на красный свет, сопряженный с убийством постового дяди Степа какого-нибудь. Впрочем, и в таком виде поправки это лучше, чем их отсутствие, лучше, чем ничего. О необходимости реформирования пыточного законодательства заговорили после того, как правозащитный проект ГУЛАГу.нет опубликовал беспрецедентный видеоархив с записями со служебных видеорегистраторов сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. На этих записях одни заключенные по заданию тюремщиков насилуют и пытают других, причем это имело место по всей стране, от Саратова до Камчатки. После этого возбудили ряд уголовных дел, несколько сотрудников СИН уволили и отправили под арест, а глава ведомства подал в отставку. В Афганистане сегодня утром произошло землетрясение с эпицентром в провинции Пактика. По данным геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине более 50 километров в 44 километрах от города Хост на юго-востоке страны. Однако толчки ощущались не только там, но и в столице Кабуле и даже в столице соседнего Пакистана Исламабаде. Стихийное бедствие случилось ранним утром, когда большинство местных жителей еще спали в своих домах. По последним данным агентства Reuters, которое ссылается на местные власти, погибли по меньшей мере 920 человек и более 600 пострадали. Причем число погибших, скорее всего, будет, к сожалению, расти, поскольку многие деревни находятся затронуты землетрясением, находятся далеко в горах, и для сбора информации там потребуется значительное время. Катастрофа пришлась на время тяжелого экономического кризиса в Афганистане, который возник после того, как организация «Талибан», признанная террористической, и захватила власть в стране в августе прошлого года. В ответ на приход «Талибов» к власти, многие правительства США и Запада ввели санкции против банковского сектора Афганистана и сократили ему международную помощь. И о погоде. Сегодня вечером в Берлине плюс 28-21 и ясно, завтра утром от плюс 15, днем до 29 и также преимущественно безоблачно. Вы слушали «Большие новости» с Андреем Шашковым на радио «Голос Берлина». Оставайтесь с нами. «Большие новости» с Андреем Шашковым с понедельника по пятницу в 18 и 19 часов на радио «Голос Берлина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова